Мухаммад. Величайший человек в истории. Человек по имени Майкл Харт сказал... А кстати, кто такой Майкл Харт? Майкл Харт наш с вами современник, историк и математик. Однажды он собрал других историков и биографов вместе, и они сказали... Давайте составим список 100 самых значимых людей за всю историю. Говоря коротко, они определили категории, установили 32 различных параметра для сравнения, чтобы выделить 100 самых значимых людей. И позвольте мне рассказать вам, что в результате получил Майкл Харт. Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Именно его Майкл Харт поместил на первое место своего списка. Его коллеги ничего не могли возразить, потому что в соответствии с их же параметрами это было заслуженное первое место. И Майкл Харт сказал, я бы выбрал, я бы хотел выбрать Иисуса Христа, ведь я христианин. Но если быть справедливым, по ряду параметров я не могу выбрать Иисуса, потому что он, мир ему, не был отцом, а Мухаммад, саляллаху лейхи вассалям, был. Иисус не был мужем, Мухаммад был. Иисус не был государственным деятелем, Мухаммад был. Иисус Христос не был воином, а Мухаммад был. Иисус не был правителем, Мухаммад был. И так Майкл Харт и работавшие с ним специалисты сказали, Величайшим человеком, оказавшим наибольшее влияние на историю, что отражено во всех исторических документах, должен быть Мухаммад, саляллаху лейхи вассалям. И этот вывод можно найти в архивах журнала «Таймс». «Нью-Йорк Таймс» – известный журнал. Вы можете прочесть об этом в их архиве. Можете найти эту книгу здесь, в Австралии и в других странах. Или можете зайти в интернет и вбить имя Майкл Харт. Вбейте в поисковик это имя. Вы найдете и сами все это увидите. А сейчас позвольте я зачитаю слова других известных людей, сказанные ими о Мухаммаде, как о человеке и о его миссии. Джордж Бернард Шоу сказал, если бы человек, подобный Мухаммаду, саляллаху лейхи вассалям, сегодня был бы наделен абсолютной властью и правил бы в современном мире, он бы смог решить проблемы и привел бы людей к счастью и миру, в котором они так нуждаются. Майкл Харт сказал, мой выбор Мухаммад. То, что я поместил его имя во главе списка самых влиятельных людей мира, кого-то может удивить, кого-то озадачить. Но он был единственным человеком за всю историю, который в высшей степени преуспел как в религиозной, так и светской жизни. Английский философ права Джон Остин сказал, всего за год с небольшим он фактически стал и духовным, и светским правителем Медины, возложив руки на рычаг, которому суждено было перевернуть мир. Миллиарды людей по всему миру в течение последних 14 веков приняли религиозные учения Мухаммада, саляллаху лейхи вассалям. Неграмотный сирота, выросший в суровом климате Аравийской пустыни, превратил отсталое общество в великую цивилизацию. Он единственный правитель за всю историю, кто применял свои взгляды в собственной жизни. Он был рожден сиротой в Мекке. Он вырос в Мекке. Был увезен из Мекки. Подвергшись преследованиям, был вынужден бежать. За ним гнались, его последователей убивали. Но Аллах позволил ему вернуться 23 года спустя победителем, завоевателем. И когда он вернулся, то простил всех, воплощая в жизнь то, к чему призывал. И после этого пророк, саляллаху лейхи вассалям, распространил свое послание. Он распространил Ислам за пределы Аравийского полуострова. Ислам был установлен как государственный строй, как форма правления. Он был правителем, но продолжал есть, пить и одеваться, точно так же, как делал это раньше с рождения, с юности. Посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, был справедливым и честным. Он не обогащал свою семью, он не раздавал друзьям, он не судил в пользу тех, кто ему нравился, и не судил против тех, кого он не любил, подобно тому, как делают короли, президенты, председатели, богачи или судьи сегодня, и как те, кто вершил подобные все прежние времена. Он был человеком из этого мира, но постоянно думающим о мире вечном, потому что Аллах, субхану атааля, не спасал ему аят. Ахира, будущее, вечная жизнь, лучше для тебя и для любого, чем то, что есть сегодня. Его посланием было призвать человечество к поклонению Создателю, и сокрушить все виды несправедливости на земле, и установить образец человеческого поведения, которому люди будут следовать. Читая Коран, мы видим, что это послание исходит с каждой его страницы. Это то, что отличает Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, от любого другого правителя, пророка, посланника и человека вообще. Пророк, саляллаху алейху ассалям, никогда за всю свою жизнь не поднял свои руки, чтобы ударить кого-либо. Никогда! Ни слугу, ни жену, ни ребенка, ни друга, и не врага, кроме тех случаев, когда враг шел против Аллаха, субхану ассалям, и против послания. И когда сподвижники пророка, саляллаху алейху ассалям, смотрели на него во время сражения, они говорили, «Клянемся Аллахом, он сражался в самой гуще врагов». И они говорили, «Мы искали защиту у него. Бывало, мы прятались за пророком, саляллаху алейху ассалям, во время сражения. Вот каким он был воином и правителем на поле битвы, командуя и сражаясь на пути Аллаха, субхану ассалям. Но когда он был вне поля битвы, он опускал свой взор, говорил мягко. Он был вежливым, тепло относился к людям, он был душевным, мягким, заботливым и чутким. Также пророк, саляллаху алейху ассалям, в течение дня кормил бедных, посещал больных, руководил армией, занимался государственными делами, судил, разговаривал с мужчинами, с женщинами, раздавал закят, чинил свою одежду, чистил свой дом, покупал еду, делал все, что делаем я и вы. А ночью стоял в молитве по 4-5 часов. А на следующий день вновь сражался в битвах, управлял армией, давал государственные указания, объяснял Куран, учил людей, как вести себя, как может человек делать все это, и в то же время стоять ночью в молитве по 4-5 часов. Что за человек способен на это? Посланник, пророк, это был он, человек с посланием. О мусульмане и немусульмане. Мухаммад, саляллаху алейху вассалям, согласно Курану, был свидетелем верующих. Он был никем иным, кроме как посланником. Он был человеком, мягко обращавшимся со всеми людьми. Он был великой милостью для миров. Он был послан с неопровержимой истиной. Был пророком, не умевшим читать и писать. Он был милостью и посланником. Он был милостью для человечества. Он был свидетельством верующих, а верующие свидетельство всего человечества. Он милость для миров. Он лучший образец для подражания. Он был последним пророком человечества. Он был послан ко всем людям и джиннам. Он был победителем всех систем. и он был создан по высшему стандарту о мусульмане и не мусульмане за всю историю не было человека который мог бы сравниться с пророком мухаммадом саляллаху алейхи вассалям не конфуций не будда не александр македонский не наполеон бонапарт не юлий цезарь не константин не махатма ганди не король ричард или фердинанд не уинстон черчилль не чарльз дарвин не дэн сяопин не карл маркс не альберт энштейн не мартин лютер не мартин лютер кинг-младший не джордж вашингтон не джонеф кеннеди и уж точно не билл клинтон не тони блэр не джон ховард не джордж буш старший не джордж буш младший не вы не я не наши родители не наши деды ни один из наших предков не может сравниться с этим человеком пророком мухаммадом саляллаху алейхи вассалям и не мусульманам я скажу когда придете сегодня домой почитайте о мухаммаде если отважитесь если вы не боитесь перемен потому что если вы прочитаете о мухаммаде саляллаху алейхи вассалям с открытым сердцем и сознанием то существует вероятность что любовь к этому человеку и уважение к этому человеку войдет в вашу жизнь войдет в ваше сердце войдет в ваше сознание войдет в вашу семью и ваш дом и вы тоже захотите стать последователями мухаммада саляллаху алейхи вассалям и если вы сделаете такой выбор вы тем самым не возвысите его имя еще больше вы не увеличите благословение его уммы но вы получите пользу для самих себя и поэтому мы приглашаем вас принять понять и уважать этого человека мухаммада саляллаху алейхи вассалям и его послание мухаммада